Какой район занесло больше остальных? Кто и зачем ломал забор на Тульской и очередной балкон упал в центре? Дальше говорим об этих и других новостях более подробно. В Одессе 4 часа дня вы смотрите новости в прямом эфире 7 канала. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. И снова обрушение. В историческом центре обошлось без жертв. Речь идет о доходном доме Штекенбаха. Памятнике архитектуры 19 века. Аварийная конструкция в момент падения задела припаркованную рядом машину. Это уже третий балкон, который рухнул в этом доме. На месте побывал и наш корреспондент. Небезопасная Одесса. Этой ночью рухнул балкон дома. Памятник архитектуры 19 века. Просто на капот машины. Это доходный дом Штекенбаха. Сегодня возле памятника архитектуры местного значения стоит разбитый Субару. Владелец в шоке. Стекло разбито. Стекло заменим. Можно ездить. Уже будет. Я надеюсь. Подсоро там. Вот решетки. Вот. Обрушение произошло в квартире Ольги. Говорит, этой ночью услышала громкий треск. Сразу испугалась, потому что помнит, как в этом же доме год назад упало сразу два балкона. Я поняла, что пришла очередь моего балкона. Выглянула, сколько было видно. Ночь уже была. Я поняла, что он повис. Он не полностью упал. Частично. Ольга рассказывает, после прошлого обрушения она писала в мэрию. Еще в 2015-м просила привести в порядок фасад памятника архитектуры. Но городские чиновники так и не отреагировали. Нам ответили, это балконы упали в июне, ответили в октябре. Написали, что у нас, сейчас я прочитаю, сообщаем, что по информации коммунального предприятия «Портофранковский», аварийные участки фасада указанного дома отсутствуют. Сегодня в доходном доме Штрекенбаха осталось только два балкона из пяти. Однако местные говорят, совсем скоро может рухнуть и этот. Аутентичный. Если городские власти так и не отреставрируют памятник архитектуры. Марьям Ильхасан-Али, Алексей Барановский, Седьмой канал. В эту непогоду все рекорды побел Раздельнянский район. Там выпало самое большое количество осадков. Из снежных заносов за сутки извлекли 97 единиц транспорта. Из них две машины скорой. Всего спасли больше 300 человек. Подробности расскажет мой коллега Александр Палуев. Из-за непогоды без электроснабжения в Одесской области по состоянию на 6 утра оставалось 245 населенных пунктов. Есть ограничения еще по ветровой нагрузке. При 15 метрах в секунду мы не можем поднимать на высках людей, особенно в высоковольтном. Это 22 метра подъем. Это там и так сегодня в складных умовах нашли, благодаря прикордонникам, обрыв на линии Староказачий канал. Подняли, включили. Годину линия попрацевала и, я скажу, снова отключилась. А вот из снежных заносов за сутки извлекли 97 единиц транспорта. Из них две машины скорой помощи. Всего спасли больше 300 человек. Многие водители уже поменяли зимнюю резину на летнюю. И просто не могли выехать даже из-за относительно небольших заносов. М-16 Одесса Кучурган. В районе 40 по 80 километров. Там есть небольшие переметы. Также стрелы автомобили. Наразі наша техника уже великий вантаживачий, навантаживачий там. В школах Одесской области на времени погоды решили отменить занятия. Верховую еще ту информацию, которую нам дадал гидрометцентр. Мы рекомендуем завтра взагалі отменить навчальный процесс по школам в области. Но самі школи будуть працювати. В штихи будуть знаходитись на робочих містах. І якщо діти все ж таки будуть відвідти, то ті діти, які будуть приходити до школи, я вважаю, що це буде дуже невелика кількість, але все ж таки такі діти будуть, то чотири будуть ще відповідати всі синими дітьми або по схожими збатками доводити до дому. За прошедші сутки саме великое количество осадков, 34 мм, випало в Раздельнянском районе. А в Одесі в результаті длительних осадков і сильного ветра повалено 8 деревьев. Кроме того, був поврежден высоковольтний кабель, из-за чого був обесточені 75 жилых домів. По состоянию на 9 часів утра аварію ліквідували. Подвели свої итоги после вчерашній непогоди і в патрульній поліції Одеси. К счастью, транспортного коллапса, який так все ждали, так і не було. В четверг, во время непогоды, всплеска дорожних аварій на території міста не наблюдалось. За день було оформлено 20 матеріалів дорожних аварій з механіческими поврежденнями, а також два ДТП з пострадавшими, в результате которых два чоловіка получили травмы легкої степени тяжести і средній. Що касаємо ночі, то произошло 6 ДТП з механіческими поврежденнями і ДТП з пострадавшими не зафіксировано. Дом Новикова затопило. Квартира верхних этажей пам'ятника архітектуры на улиці Бунина 8 пострадали во время ливня. Сквозь щели в комнатах местних жителей хлынули мощні дождеві потоки. Причина потопа – некачественна і неокончена реставрація дому. Все подробності у Юлії Федорової. Сквозь щель в стенах во время дождя в квартиру Светланы Спектр хлынула вода. Вход пошли, тазики, вёдра і все, що є в домі. При реставрації дому робочі сорвали штукатурне покрытие. Оголили старий камінь і ісчезли, так і не встановив верхній слой. Козыріки над карнизами сняли і тож не вернули назад. Ветхий ракушечник рассыпался і промок насквозь. І вода з уліці хлынула в квартиру. Я услышала, як у мене в гостині на подоконні капає вода. Їдинственное, що мене зараз може спасти – це вёдра. Других вариантов нет. Пару недель назад Светлана поставила у себе в квартире металлопластикові окна. Але і вони не спасають від дождей. Пока на Бунина-8 не завершат брошенний ремонт, стены будуть протекати. Нікає окно не спасет від насквозь промокшого відкоса із ракушечника, з якого обвалилась штукатурка. Містні жителі уверені в тому, що виноваті і подрядчики, і городська власть, яка приняла незавершенну роботу. Нікого із чиновників і коммунальщиків на місті нет і сьогодні, коли в квартире пам'ятника архітектурі – настоящий потоп. Юлия Федорова, Никита Крічко, Седьмій канал. Заминировали мэра. Вчера днём поліція обезвредила взрывне устройство, прикрепленне к автомобілі, на якому передвигався глава «Измаїла» Андрій Абрамченко. Опасну находку на дніщі иномарки обнаружили сотрудники СТО. Радиоуправляемая бомба крепилась на магните. Прибувші на місто взрывотехніки її уничтожили. Госаудитслужба нашла нарушення в тендере управління капітального строительства на сумму 51 мільйон. Но чиновники одесской мэрии отказались отменять закупку. Річ идёт о реконструкції здания Київської райадміністрації. Сегодня глава Южного офісу Госаудитслужби раскрыл подробности скандального тендера. «Из самой крупной закупки, которая по нашей рекомендации не был отменён, это управление капітального строительства Детского горсовета по реконструкції здания Київської райадміністрації по адресу улицы Академика Королёва, 9, ожидаемой стоимостью 51 мільйон гривень. Там три участника дали свои предложения, причём предложение одного из участников было на 12% дешевле, но тем не менее было выбрано предложение не самое дешёвое, хотя по нашему пониманию все три участника, которые подали заявки, имели нарушение в тендерной документации, поэтому мы дважды рекомендовали им этот тендер отменить». Сразу четыре района Одесской области получили новых глав. Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Пётр Порошенко 20 апреля. Так, Авидеопольский район возглавил Владимир Левчук, Ивановский район Виктор Лобач, Белгороднестровский Сергей Ильченко-Обалский, Роман Кацмази. В свои должности чиновники официально вступили с 21 апреля. Зашли во двор, снесли забор и установили блокпост. На улице Тульской активисты проникли на стройку депутата Гурсовета. Говорят, она незаконная. Больше расскажет моя коллега Кристина Немченко. В четверг, около шести часов вечера. Мокрый снег с дождем не мешают десятку одесских активистов зайти на территорию стройки по улице Тульской. Говорят, этот четырехэтажный дом построен здесь незаконно, а земля принадлежит государству. По нашей информации, стройку вел какой-то из бывших депутатов этого местного совета. Вот мы сейчас выясняем, кто. Приехал какой-то человек, представился, что якобы он является собственником, но дом не узаконен, поэтому, соответственно, мы не можем предположить. Но по информации, по разрешительным документам, некий тупчий. Активисты сломали бетонный забор. На территории строения установили металлический бокс. Это для того, чтобы дежурить на месте строительства и ночью. На территории этого четырехэтажного строения много плитки. Судя по всему, что до последнего здесь шли строительные работы. Похоже на то, что первый этаж готовили под магазины. Парни рассказывают, до их прихода на территории уже были какие-то люди. Мы увидели, что какие-то активисты что-то здесь делают. Подошли к ним, спросили, что вы делаете. Внезапно они начали разбегаться. Смотрим, стена уже заваливается. Активисты остались дежурить под зданием на ночь. Свою акцию они объявили бессрочной. Говорят, территорию не покинут до тех пор, пока не увидят официальные документы, разрешающие вести здесь строительство. Либо же, пока землю не передадут людям, служившим в зоне проведения боевых действий. Пусть в случае этот участок перейдет на право собственности тому человеку, который отдал долг перед нашей Родиной. Пусть теперь государство наше отдадут долг нашему побратыму, который воевал в добровольческих батальонах. По-другому, вот таким хапугом всего не будет. Кристина Немченко, Алексей Барановский, 7 канал. Судебная реформа в скором времени может вступить в силу. Новые нормы основного закона должны деполитизировать судебную систему и обновить судейский корпус. Об этом говорили на круглом столе по гражданскому и семейному праву. Процесс реформирования системы правосудия, так называемый судебный реформ. И в рамках этого сейчас завершается формирование Верховного суда. Дальше идет отбор судей в суды первой инстанции. Дальше пойдет отбор судей в апелляционные суды. И всем этим судам необходимо будет работать в соответствии с новым законом про судоустройство. По словам участников круглого стола, в рамках реформы судей и адвокаты будут сплоченно работать вместе. Также на новый уровень перейдет и процесс подачи дела на рассмотрение. Теперь предоставить необходимые документы для суда можно будет, не выходя из дома. Новеллы коснулись абсолютно всех стадий. Начиная от процедуры оформления, подачи искового заявления, то, что может интересно непосредственно гражданину или адвокату, который представляет этот интерес. И, собственно говоря, это затрагивает всех абсолютных участников. И вот суда, в частности, с точки зрения процессуальной деятельности, которая должна от требования процессуального закона, если он будет принят, он будет принят, скорее всего, в ближайшее время, то суду обеспечивать исполнение этого обновленного процессуального форума. Ну а я отмечу, что в последний раз судебная реформа обновлялась в 2005 году. Искренне и человечная история давней дружбы в исполнении четырех заслуженных артисток Украины. В Украинском театре состоялась премьера спектакля по пьесе белорусского драматурга Елены Поповой «Маленький мир». Подробности расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Несколько минут до премьеры. Пока в зале собираются зрители, актрисы заканчивают последние приготовления в гримёрной. Говорят, как всегда, волнение есть. Без него сложно представить выход на сцену. Да и тема спектакля особенная. Пьеса про добро, про любовь, про взаимовідносини між людьми, що так зараз нам не вистачає в нашому житті. Так хочется побільше тепла, побільше уваги один до одного, щоб люди не були байдужими. І ми намагаємося з нашим спектаклем, нашою грою, нашими ролями проводити у людей якісь такі добрі почуття. Пусть даже актрисы внутренні не похожи на своих героинь, но роли оказались близки і понятны каждой. Треба трошки пошукати в самій собі. І завжди можна знайти те, що хвилює тебе особисто, звичайно, в цій ролі, в цій п'єсі і взагалі в цьому матеріалі. Оце найбільше досягнення цієї п'єси. Я про таку роль мріяла, ну я не знаю, мабуть, все своє життя. А це прекрасно, коли мрії збуваються. Все ролі подобраны таким образом, щоб розкриць кожну актрису з нової сторони. Про неї всі говорять, що вона зла, але вона не зла, вона справедлива. І у неї є такі чудові слова. Вона говорить, ніхто не хоче розуміти правду. А правда в тому, що кожна за себе. І ми всі люди, кожен за себе. Ось в чому правда. Несмотря на резкую правду, каждая героиня своєї історії побуждає зрителей к переменам. Коли ми прочитали п'єсу Попові, ми дуже зраділи. Тому що вона наскільки життєва, наскільки вона сучасна. Що ми сказали, Боже, нарешті ми отримали ту п'єсу, яку можна показати глядачу от нашого віку. Для молоді це теж буде цікаво. Це історія непростих взаємоотношений п'ятеріх інститутських подруг. Уже 15 років четверо із них зустрічаються в один і той же день, щоб зв'язатися по телефону з подругою з Америки. А в ожиданні звонка узнать о переменах в житті каждой. Це ритуал – почти єдинственный повод встретиться. Так би і продовжалось, якби неслучайний гость із Америки. Його появління все змінило в житті цієї четверки. І це перемісило їх переглянути в своє життя, подивитися трошки інше на своє життя. І головна мета нашої вистави – це щоб наш глядач, який прийде до зала, трошки зупинився б в своє боров'ї життя. І сказав, стоп, а як я живу? А хто перед зі мною живе? Чи взагалі я уважний до людей? Ця вистава повинна виховати доброту. Вся команда театра уверена, п'єса поможет зрителям ще сильніше ощутити важність дружби, человечності і любви. А заодно зробить невероятно большим і значимим маленький мир кожного. Екатерина Лапицкая, Андрей Кульба, Седьмій канал. У нас на этом пока все. Следити за новостями Седьмого канала всегда можна на официальном сайте і в соціальних сетях. Ну а якщо ви стали очевидцем інтересного события, званіте в редакцію. Телефон 726-3226. Следуючий выпуск уже менше, чем через два часа, в 18.00. Оставайтесь седьмым, буде интересно. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!